МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как наши специалисты, а, возможно, эксперты со стороны, оценивают экологическое состояние Чуваши? Какие у нас сильные места и куда нужно приложить усилия? У нас по показателям Чувашская республика, по экологическому рейтингу, она шестая среди субъектов Российской Федерации. Плохой этот показатель или хороший? Цифра 6, это показатель, я думаю, не совсем плохой. Ну, у нас на языках в Чувашской республике, что у нас есть такой объект, был химпром, который еще житель до сих пор, что такое химпром, это опасный объект. На сегодняшний день хочу заявить, что химпром сегодня является предприятием, которое выпускает продукцию, которая соответствует экологическим требованиям. И той опасности, которая была у народа на слухах, она сегодня просто отсутствует. Те мероприятия, которые были запланированы, они выполняются. В январе месяце состоялась встреча главы Чувашской республики с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Донским Сергеем Ефимовичем. Я думаю, те задачи, которые были обсуждены главой республики, они сегодня являются нашим планом к действию. И хочу обратить на те внимания, которые были определены в этом мероприятии. Это первое. Рекультивация свалки, которую мы называем Пехтулинская, это который находится в городе Чебоксары, и очистка водных стоков, которые производятся на водоканале. Сегодня жители города Чебоксары могут с уверенностью сказать, что они пьют чистую воду, что полезно для здоровья. Ну и третий объект – это очистные сооружения. Жители Чебоксары, Новочебоксарск, все вы помните, всегда были жалобы, что как меняется погодная или ветровая нагрузка, то появлялся так называемый запах. Сегодня эти очистные сооружения работают в современном экологическом цикле. Но там еще есть работы, и модернизация этого объекта будет продолжаться. И в рамках этих направлений будет построена программа к действию для исполнения поручений главы республики. У нас в республике действует несколько проектов и программ в области охраны окружающей среды. Годы экологии приурочены на начало новых всероссийских и федеральных проектов. Вот в каких из них Чебоксары намерены участвовать? И на каких условиях? Я уже в начале озвучил, это рекультивация Пехтулинской свалки, где из федерального бюджета на 2017 год выделено 122 миллиона рублей. И на следующий год, на 2018 год, будет выделена еще сумма, которая нам позволит в течение двух лет эту Пехтулинскую свалку превратить в экологическое безопасное место. Александр Петрович, к сожалению, Пехтулинская свалка не единственная проблемная точка на нашей экологической карте. Какие еще свалки стоят в очереди за Пехтулинской? Какие будем рекультивировать? Значит, здесь я могу сказать, было совещание под руководством главы республики, селекторное совещание с главами местных органов управления, где в 11 территориальных органов местных управления должны провести так называемые эти мероприятия. Для этого нужно выработать или сделать проекты с методокументацией, которые нам потом позволят выстроить финансово составляющиеся на федеральном и на региональном уровне. Какие именно районы? Ну, значит, я могу назвать это город Канаш, Чебоксарский район, Аликовский, Шумерлинский, Порецкий, ну и еще есть. Вот я назвал 11 районов, где они еще сегодня проходят так называемую экспертизу, где мы должны еще четко понять, подходят они под федеральные проекты или должны мы смотреть, или этот вопрос решать на региональном уровне. Сроки какие-то установлены для муниципалитетов? Да, сроки установлены. До 1 июня должна быть сделана проекта с методокументацией, чтобы мы могли о себе заявиться. Насколько я понимаю, в этом нашем плане мероприятия, работа нового полигона ТБО в Ночи-Боксарске и строительство мусора перегрузочных станций в районах стоит отдельным пунктом, специальным пунктом. Вот какие меры предполагаются в этом направлении принять? Здесь можно четко сказать, в республике создан современный полигон утилизации твердокумунальных отходов. Это, будем говорить, что первая очередь завершена. Мы уже приступаем ко второй карте, где мы должны провести следующие виды работы. Это первое, построить два мусороперегрузочных пункта. В Канаше мы должны построить та же самая современную сортировочную станцию, а в Шумерлях мусороперегрузочную станцию. А в других районах будем смотреть и создавать так называемые пункты приема твердокумунальных отходов. И дальнейшая схема какова? Дальнейшая схема такова. Вот эти полигоны, которые я назвал Канаш и Шумер, они будут принимать твердокумунальные отходы. По кустовому принципу. Да. Но на сегодняшний день идут расчеты, где будет определенный региональный оператор, который будет забирать этот мусор и доставлять на полигон. Я еще раз говорю, там, где невозможно будет собираться в общей массе и сортироваться уже, доводиться. Но все будет просчитываться конкретно, где экономический эффект. Наша задача стоит именно на полигон доставлять уже в раздельном виде, чтобы здесь произвести сортировку и формировать дальнейшую утилизацию этих отходов. Александр Петрович, вот сейчас идея раздельного сбора бытовых отходов, она как-то одно время у нас достаточно широко обсуждалась, пропагандировалась. Сейчас эта тема вроде бы заглохла. Мы собираемся к ней вернуться в этом году? Или она себя на данный момент не оправдала? Мы с вами, жители, все это видим, как все делается. Конечно, раздельный сбор мусора, чем он себя оправдывает? Здесь каждый вид мусора, будем сказать, отходов, он утилизируется и конкретно. Он уже приходит, так называемый, полигон, он уже складывается. Если мы берем картон, то он картон, уже не надо его сортировать, он сразу упаковывается, сортируется, и готов для дальнейшей вторичного употребления. Если мы говорим о посуде, стекле, полиэтилене, на сегодня мы не видим такой проблемы, чтобы собирать раздельный. Это, во-первых, вы сами видите, какие у нас дворовые территории, какой подъезд. Мы пошли по оптимальному пути. Мусор житель складывает в пакет, оставляет его там, где он должен оставляться, в мусорном ящике. И он утилизируется, доставляется на полигон, где сортируется. А так называемые остальные, которые не требуют уже вторичной переработки или для вторичного использования, они утилизируются на полигоне. Александр Петрович, ну вот хорошо, вы сказали про картон. Картон, понятно, его утилизировать достаточно легко. У нас в самих Чебоксарах есть предприятия, и не только в Чебоксарах, которые с удовольствием закупают макулатуру. Стекло, обычное стекло. Есть предприятия, которые пользуются вот этим вторсырьем и пускают его в дело? Ну, если сказать нет, это, наверное, тоже неправильно. Если сказать есть, то и экономическая составляющая, которую мы хотим получить, она сегодня тоже отсутствует. Ну вот, недавно у меня состоялась встреча с предпринимателем из Чувашской республики, которые сегодня готовы это стекло принимать, дробить, и из него сделать пенопанели. Ну, это проект, так, будем сказать, будущего, но он так рассматривается. Ну, и наша задача сегодня, стекло в любом случае надо утилизировать, мы его собираем и храним на полигоне. Если будет инвестор, мы в этом направлении работаем. Ведь сегодня вторичное сырье – это второй стройматериал, это вторичный материал, который должен использоваться. И мы предлагаем ученым и, как говорится, предпринимателям вносить свои предложения, а мы, с своей стороны, будем поддерживать. Ну, кстати, вот и еще самая такая распространенная тара – это пластиковые бутылки. Мы с вами не так давно были в Сыктывкаре, там есть предприятие, которое занимается, которое принимает у населения и утилизирует вот эту вот пластиковую тару. У нас, Чуваши, никто пока еще не изъявил желания, ведь были разговоры о том, что кто-то из предпринимателей готов. Чем закончилось? Здесь, если сказать, что такое полиэтилен, это понятно. У нас сегодня в республике достаточно предприятий, которые берут и перерабатывают полиэтилен, делают соответствующий материал, который сегодня перерабатывается и реализуется на том рынке, который уже перерабатывается. То есть в Коми нам возить не придется? Я считаю, в Коми, вот я здесь немножко проанализировал, и тот объем, который нужен для Коми, мы просто его здесь, мы здесь обидим своих.